Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. К главному правлению МЧС по Чувашии новобранцы приняли присягу. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в работе Государственного совета России. Участники заседания обсудили конкретные предложения по улучшению инвестиционного климата. Выявление наиболее успешных региональных практик по улучшению делового климата и внедрение их в работу – основная задача национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Каждый регион по-своему решает задачи улучшения делового климата. У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, я уже говорил об этом, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю еще раз, вот я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно, это Татарстан и Чувашия, та же Тульская область, Калужская, Тюменская, Ульяновская, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы, Хабаровский край и Амурская область. Добавлю, что рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов. В Чувашии создаются условия для получения субъектами малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг шаговой доступности. Для этого во всех многофункциональных центрах будут открыты окна для оказания услуг бизнесу. Одним из свидетельств благоприятного инвестиционного климата в регионе является успешная работа на территории республики ряда зарубежных компаний, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Последнее в этом году заседание прошло в правительстве республики. Один из вопросов повестки – что станет с бесплатной медицинской помощью в 2018 году? О программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи жителям республики рассказал министр здравоохранения Чувашии. В 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на эти цели за счет средств обязательного медицинского страхования. Стоимость программы соответствует расходам, подтвержденным законом Чувашской республики о республиканском бюджете Чувашской республики и в бюджете территориального фонда ОМС на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. Составляет на 2018 год 16,263 млрд рублей, на 2019 год 15,652,1 млн рублей, на 2020 год 16,191 млрд рублей. В программе в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации перечня ЖНВЛП на 2018 год приведен перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населением при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатных, а также перечень групп населения при амбулаторном лечении, которых лекарственные препараты, отпускается по рецептам врачей с 50% скидкой. Сегодня же члены правительства утвердили порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, если возникает пожар или авария. В случае возникновения аварии, в результате которой был поврежденный квартирный дом, орган местного самоуправления направляет к региональному оператору соответствующие обращения. К обращению должны быть приложены документы, подтверждающие возникновение аварии и повреждение многоквартирного дома. После получения такого обращения региональным операторам согласовывается перечень работы собственников помещения проживающих, поврежденных многоквартирном доме, и организовывается работа по изготовлению проектной документации и выбору подрядной организации. Кроме этого, члены Кабинета министров обсудили и приняли изменения в ряд государственных программ Чувашии. В основном это касалось увеличения средств, выделяемых на их реализацию. Более 87 миллионов рублей получит агрария Чувашия. Правительство России приняло решение о выделении дополнительных субсидий регионам на поддержку сельского хозяйства. Аграрии республики получат более 7 миллионов рублей на возмещение части затрат по строительству молочных комплексов и почти 80 миллионов рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным до 1 января 2017 года. Вчера распоряжение подписано из резервного фонда, дополнительно выделено Чувашской республике 61, чуть больше 61 миллиона рублей. И за счет перераспределения среди других объектов около 16 миллионов рублей. Буквально завтра, если с налогами, все в порядке, все предприятия эти деньги получат. Строительство поликлиники по проспекту Ленина идет по намеченному графику. С работами подрядчика сегодня познакомился председатель правительства республики. Первая свая будущей поликлиники была забита в июле и сейчас подрядчики поднимают один из четырехэтажных блоков. Необходимые коммуникации к объекту подведены. Серьезных проблем пока не возникает, отмечают строители. Строительство поликлиники в правительстве региона держат на постоянном контроле. Для республики это приоритетный проект. Подрядная организация заверяет, что в первом квартале 2018 года все будет укладываться в первоначальные планы. И по контракту сдача объекта планировалось в 2020 году. При нормальном финансировании сдать объект можно в первом квартале 2019 года. Организация известная, никаких нареканий со стороны заказчиков сейчас не прозвучало. В поликлинике будут размещаться кабинеты неотложной помощи, отделение восстановительного лечения, дневной стационар и диагностическая лаборатория. В перспективе здесь будут обслуживаться жители всего центрального района Чебоксар. Планируется, что за смену врачи смогут принимать более 500 человек. Новая поликлиника почти наполовину разгрузит центральную городскую больницу. Ждали 10 лет и дождались. В Чебоксарах обманутые дольщики наконец-то могут справить новоселье. Дом 22, корпус 2 по проспекту 9-й пятилетки сдан в эксплуатацию. Дом достроили, дом сдали. 130 квартир по проспекту 9-й пятилетки готовы принять новоселов. Фактически уже после Нового года жильцы могут оформлять право собственности на квартиры и делать ремонт и заезжать. По всем замечаниям, по всем недоделкам, если они будут скрываться, можно обращаться к компании-застройщику. В любом случае они несут гарантию по своим обязательствам. Но и мы будем контролировать, опять же, исполнение гарантийных обязательств со стороны застройщика. Подрядчик обещал, что все замечания людей будут рассмотрены и устранены. Главные трудности позади, учитывая, в каком состоянии им достался объект. Проблемы с этим домом начались еще в 2009 году. Стройка встала из-за банкротства застройщика. Организация «Высота» или «Честер» не выполнила свои обязательства. А дольщики чуть не остались без квартир и без денег. В 2014 году строительство продолжилось, когда за него взялась фирма «Гарант», а генподрядчиком выступила стройсфера. Именно благодаря этому застройщику обманутые дольщики получили квартиры. Ну, у «Честера» было построено на один подъезд до седьмого, восьмого этажа. И были залиты фундаменты за этими двумя подъездами, больше ничего. Естественно, мы сделали экспертизу, там еще и реконструкцию сухой части сделали. И вот, овершили, до девятого этажа закрыли крышу. А эти два подъезда с нуля. Мы очень благодарны, что вы до конца довели это святое дело. Это было дело чести? Да, это вообще замечательно. Мы очень рады. И мы будем, мы надеемся, что все будет хорошо. Ситуация с домом по проспекту 9-й пятилетки постоянно находилась под контролем главы Чувашии, премьер-министра и Минстроя. Правительством региона была поставлена конкретная задача – решение проблем обманутых дольщиков. На сегодня в Чувашии нет официально признанных обманутых дольщиков. Но есть застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед долевиками. Их дома находятся в так называемой «красной зоне», которая будет находиться под пристальным контролем правительства до благополучного завершения строительства. А чтобы подобных ситуаций впредь не возникало, президент России Владимир Путин поручил в течение трех лет перейти от долевого строительства к проектному финансированию. В результате проблема обманутых дольщиков исчезнет навсегда. Сегодня депутат Госдумы России Леонид Черкесов встретился с руководителями ТОСов столичных микрорайонов Новоюжной и Рябинка. Речь шла о благоустройстве родника в Ботаническом саду. Леонид Черкесов решил не обсуждать в кабинете этот вопрос и выехал вместе с ТОСовцами на место. Перед посещением Ботанического сада делегация жителей и депутат проехали по уже благоустроенным источникам, которые были отремонтированы в прошлые годы. Первой точкой стал родник на площади Речников. На его благоустройство ушло около 230 тысяч рублей. Основным партнером стала «Русгидро». Это же предприятие взяло на себя оплату работ и по благоустройству источника на улице Хивежской. Работы проводились под контролем Леонида Черкесова. В городе живут мои избиратели. Я никогда с ними связь не терял. Это в первую очередь наши ТОСы, ТОСовцы, это старшие многоквартирных домов, ну и наши горожане, которые обращаются с проблемами и по возможности стараемся эти проблемы решать. Всего в городе Чебоксары официально действует 10 источников. И с каждым годом их становится все больше. Только в Ботаническом саду их уже три, но жители близлежащих домов облюбовали самый крупный. Кстати, недавно были взяты пробы и выводы экспертов однозначны. Это чистая вода, без вредных примесей. Ко мне тоже обращались жители моего ТОСа, поскольку они тоже часто сюда приходят. Они очень хорошо отзываются об этом роднике. Единственная просьба была о благоустройстве, чтобы был удобный подход и благоустроен сам родник. Депутат Госдумы взял благоустройство природного источника в Ботаническом саду под личный контроль. К работам приступят весной, после паводка. Сейчас же вместе с жителями микрорайонов будут разрабатывать проект. Сегодня в стране отметили День спасателя. К своему профессиональному празднику сотрудники республиканского МЧС пришли с неплохими итогами. Только в Чувашии было спасено более тысячи человек. Лучшие спасатели сегодня были удостоены высоких наград. О героях дня сюжет Дмитрия Ковалева. Они всегда там, где беда. Их работа измеряется спасенными жизнями. На счету Павла Орлова сотни выездов. Он служит в шестой пожарной части, район неспокойный. Часто огнеборцам приходится ликвидировать возгорание домов. Каждый выезд – это неизвестность. И все пожары бывают... Ни одного одинакового пожара не бывает. Все они разные. Сложность заключается тоже в зависимости от обстановки. Из последних случаев – это седьмая линия местных комитетов. Горел дом. Была угроза распространения соседней дома. В доме в этом обнаружили три газовых баллона, о которых никто не знал. Сегодня Павлу Орлову присвоили звание капитана. Новоиспеченным майором внутренней службы стал Максим Моторкин. Спасатель с 17-летним стажем. Начинал с курсанта, потом пожарным. И так по ступеням дошел до зама начальника части. Дальше перешел в службу пожаротушения. Я еще в армии понял срочную службу. Я еще понял, что мне нравится служить. Чужих бед не бывает. По тревоге спасатели выезжают и в другие регионы. Экстремальных командировок было немало. Сотрудники республиканского МЧС помогали обследовать затонувшие в Волге теплоходы, ликвидировать лесные пожары в Сибири. Председатель Кабмина отмечает, что свой профессионализм чувашские спасатели доказывали не раз. Все мы простые жители республики, чаще всего сталкиваемся с вами при чрезвычайной ситуации. Будь это техногенный, катастрофы, наводнения, пожары. Но самое главное, мы уверены, что помощь в вашем лице придет. Будет она оказана профессионально, своевременно. Спокойные дни у спасателей можно по пальцам пересчитать. Только с начала этого года в Чувашии произошло более 1200 ДТП и порядка 800 пожаров. Но все же, отмечают в МЧС, количество ЧП в республике сокращается. Результатом работы является снижение количества пожаров на 10%, снижение количества погибших на них на 30%. Работа главного управления МЧС России по Чувашской республике была оценена на уровне федерального округа. Усиливать профилактическую работу в МЧС намерены в следующем году. Система гражданской обороны в республике будет совершенствоваться. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. В полку огнеборцев прибыло. В главном управлении МЧС по Чувашии приняли присягу 12 пожарных. Эти молодые бойцы уже несут службу в отрядах Федеральной пожарной службы Чебоксар, а также Чебоксарского и Ядренского районов республики. Бесстрашие, самоотдача и способность молниеносно принимать решения – это качество настоящего огнеборца. То молодое пополнение, которое будет принято в присяге, должно понимать, что берет на себя новые обязательства жизни, обязательства серьезные, обязательства важные – исполнять требования законодательства, быть добросовестным сотрудником, исполняя свой долг перед народом. В помощь пожарным – спасательная техника. Новые современные пожарные автомобили уже готовы приступить к работе. Такие же машины появились еще в шести районах республики. Три белых коня от оркестра Дедов Морозов. В сквере Овас открылась елка Калининского района Чебоксар. Под знакомые новогодние мелодии веселятся ребятня и взрослые. В Калининском районе официально открывают елку. Место для массовых гуляний выбрали свежеблагоустроенное. Сквер Овас в 2017 году преобразили благодаря федеральной программе формирования современной городской среды. На праздники гостей развлекают сказочные мультяшные герои, согревающие танцы, новогодние забавы и конкурсы. Веселье продолжалось в течение нескольких часов. На этом новогодние мероприятия в сквере не заканчиваются. 27 и 29 декабря здесь организуют дискотеки с участием артистов местной эстрады. И в новогоднюю ночь тоже предусмотрена культурная программа с песнями и танцами. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.